Три года назад у нас очень сильно протекала крыша, жить было невыносимо, постоянные тазики, ведра. При наличии двое детей у меня ремонт было сделать невозможно, потому что все это течет, вот, и вот наконец-то сделали. В доме номер 49 по улице Кузнецова Краснооктябрьского района Волгограда Мария Егорова с семьей поселилась пять лет назад, но радости новоселья почти не принесло. Из-за многочисленных коммунальных проблем, из которых течь в крыше была самой серьезной, приходилось довольно часто вызывать сантехников и электриков. Все изменилось, когда спустя два года дом попал в план капремонта по региональной программе обновления многоквартирных домов. В 2018 году здесь производился капитальный ремонт инженерных сетей, это холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение. То есть, вот, до сегодняшнего момента эксплуатации замечаний не было, то есть, работы сделаны качественно, жители довольны, управляющие компанией тоже. Вот, в 2020 году по программе капитального ремонта здесь проводился ремонт крыши, фасада, усиление фундамента и ремонт подвальных помещений. То есть, вот, на данный момент, вот, сейчас дожди идут, жители тоже не обращаются. Такие же новшества ждут жители и по улице Кузнецова номер 48. По программе фонда капремонта в многоквартирных домах ремонтируют крышу, подвальные помещения и фундамент, сети холодного и горячего водоснабжения, теплоэлектропроводки, а также фасад, включая входные и балконные блоки. На все работы подрядчик дает гарантию 5 лет. Что касается подъездов и прилегающей территории, то здесь свой вклад сделает управляющая компания. В этих подъездах будет проведен в 2021 году плановый предупредительный ремонт, то есть, соответственно, освежим стены, отштукатурим, покрасим, облагородим придомовую территорию, новые лавочки, урны. В этом году такие же преобразования ждут жителей около 400 многоквартирных домов Волгоградской области. Работы будут финансироваться из регионального фонда капремонта. В 193 домах предстоит заменить лифтовое оборудование. Люди ждут решения этих проблем, чтобы потом сказать – жить стало спокойней и безопасней. Сейчас все красиво, все аккуратно, цивильно, можно сказать, даже не верится.